сегодня на улице просто замечательная погода поют птички и поэтому я вынес картофель для того чтобы она прогрелась вчера я по почте получил посылку с клубнями элиты для посадки я заказал несколько дней назад на одном сайте несколько сортов картофеля какие-то сорта подходит для нашей местности например тулеевский какие-то но я решил попробовать здесь хотя да не написано что они подходят для нашего региона я живу восточной сибири но решил попробовать например от колумба или белороза и сейчас я хочу кратко рассмотреть сорта картофеля который я собираюсь посадить это семенной картофель мы знаем то что семенной картофель это не картофель которого вот такого размера до а семенной картофель это картофель который выращивая семян получаем клубни и определенной репродукцией они считают семенными ну например что считается семенным картофель это конечно же мини клубни то есть получается садим семена потом у нас вырастает растение на подоконнике там теплицы например да это будет микро клубни эти микро клубни мы садим в землю в этом же году и из них вырастает уже мини клубни далее мини клубни на следующий год садим и из них вырастать супер-супер элита на другой год получается 3 супер-супер элиту садим и вырастает супер элита и четвертый год элиту получаем и вот пятый год это последний год когда мы можем посадить семенной картофель элита то есть элита это на нем заканчивается до семенной картофель далее уже идет картофель который считается первой репродукцией и данный картофель уже не считается семенным ну его используют пищу до чтобы кушать его для еды 1 2 3 и так далее ну то есть вот что да и есть именно по-настоящему семенной картофель они клубни которые просто по размеру подходят но кушать конечно можно не только до 1 2 3 10 репродукции но и также супер-супер элиту и так далее элиту и даже микроклубни хотя конечно жалко будет микроклубни для этого дела использовать так но теперь перейдем к сортам сорт гала который на самый популярный сорт который выращивают многие люди многие бы хвалят а данный сорт подходит для всех регионов россии знаете вот отличие это то что когда я взял его такое ощущение как будто галька вот он настолько гладкий что вот несмотря на то что другие сорта картофеля тоже гладкие вот даже вот королева она да но вот его берешь и он такой немного тяжеленький и такой вот как бы кругленький форма такой необычный его действительно напоминает гальку такой интересный сорт говорят очень урожайный вот поэтому я его взял но урожайные вкусные походит для всех регионов говорят что что когда убирать его надо ботву срезать что будет тогда лучше но посмотрим следующая королева она ну этот сорт на на все вы знаете все его расхваливают даже профессиональной селекционеры те люди которые занимаются до выведением картофеля говорят что это очень вкусный сорт очень удобно его держать в руках чистить его то есть удобный да ну и действительно когда берешь его действительно ощущаешь приятно приятно брать его и чистить его приятно будет по вкусу по всему остальному урожайности это в конце да когда вырастет проверим хочу потом провести эксперимент проверить разные сорта на вкус какой мне больше всего понравится то есть получается вот желтые сорта желтая картошка белороза уже идет красная картошка вроде бы внутри я точно не помню но кажется по моему белого цвета я не стала разрезать клубень проверить ну думаю такой кстати вот еще особенность в том что я все когда вчера помыл картошку и сегодня вынесли вчера я обломал раз точки белые белые местами черными оставил очень мало где вот например здесь оставил немножко большинстве своем раз точки были с белые и на краях черные то есть они начали поднимать такие раз точки лучше сразу оборвать мы знаем что на каждом раз точке есть три пучки поэтому оборвав расточек да ну ничего страшного потом вылезет еще один лучше чтобы роски были здоровыми хорошими зелененькими да и которые будут сразу расти и да не понадобится долго времени на проращивание новых белороза говорят что урожайность хорошего него я смотрел много видео там показывают прям сверх высокая урожайность но вот для нашего региона я не знаю подойдет или нет потому что у нас здесь его вроде бы не выращивают но посмотрим также вся скороспелку коломба тоже говорят мне не написано что он подходит для восточной сибири вообще для сибири но у него одна такая особенность что данный сорт очень вкусный вкусный и это очень большая редкость для скороспелок и вот решил проверить до скороспелку 40-ой день день он созревает уже можно кушать его одета 50 60 день и он полностью созревает можно убирать урожай так и вот местный сорт улеевский местные сибирские селекционеры вывели его в кемерской области сорт который подходит для восточной сибири западной сибири но и вообще во многих регионах нам сказать по всей россии тоже хороший говорят сорт но поживем увидим проверим все проверив и на теперь хочу рассказать о двух таких сортах необычных не все люди к сожалению знают про них но многие и хвалят в простонародье вот этот данный вид называет картофель называть сынок это очень крупные клубни такие желтые белые до клубни гигантские бывают размера очень большие данный сорт это не сорт сынок это название до любящие так называют богатырь этот вид вывели уже очень давно но он не внесен в реестр картофель до госреестр так как но неудобно его убирать механическим способом данный сорт лопаты да удобно выкоп вы какой-то лопатой а вот автомашинами да но не удобно там клубни бывают чебурашки какие-нибудь на эти там с носами там с ушами и так далее ну неудобно ну гигантские размеры под лопату вообще супер и другой подобный в простонародье люди называют лапать лапать ассорт называется ермак да из обычного ермака иногда выращивает гигантские клубни считается что один фермер решил проводил такие эксперименты барси ты тоже эксперименту хоть присти но и получилось так что вывел данный сорт у него были огромные клубни и тоже так же как и богатырь да сынок ермак у него тоже бывает такое что там деформация сильно до происходит гигантизм клубни могут быть там с ушами с носами и там разные там закорючки но мы знаем да как избавиться от этого всего барсик ты понимаешь что ты делаешь это не яйца не яйца их на них не надо сидеть чтобы греть и не солнышком греть да но мы знаем да как избавиться от этого да а когда картошка вырождается это взять от него помидорочку из этой которая созрела из этой помидорки взять семена посадить семенами мы получим миг микроклубень потом мини глубин до 1 год уже будет мини клубень посадив мини клубень у нас будет хорошая картошка здоровая без всяких глазков без глазков ушей до носов и всяких закорючек так мы можем свой любимый сорт картофеля обновлять помощью семена так ну сейчас начинается уже дождик продолжение мы посмотрим дальше да барсик продолжение будет барсик будет продолжение мурчит мурчит видимо будет ну далее далее я хочу проверить что же будет что же будет сравню и также по вкусу в конце сравнить хочу уже по урожайности насколько гнили будет и других болезней всего хорошего идите продолжение